Приветствую вас, и, прежде всего, хочу сказать, что в такой форме, в какой раньше я отвечал вам в видеоформате, ответа не будет, теперь это вот такая аудиоформа, так немножечко постабильнее, и, мне кажется, получше с точки зрения звука. Теперь, по поводу вашей проблемы, я внимательно ее прочитал, за что вы написали, и могу выделить два основных момента. Первый момент – это отношение вашего мужа с мамой, с родителями вообще, и второй момент – это именно ваша реакция, то есть то, что вас раздражает. Вы немножечко неправильно поняли причину своего раздражения, я постараюсь вам ее раскрыть, и отвечу на вопрос о том, как, собственно говоря, быть морально здоровым и счастливым. Ну, во-первых, прежде чем говорить о маме, хочется сказать, что по ходу всего письма у вас прослеживается ряд таких вот смежных проблем. Это то, что и гости вы выбираетесь резко, и в кафе вы ходите резко, то есть у вас мало такой вот светской личной жизни. При этом даже подобные вещи не приносят вам удовольствия, потому что есть мама. Ну, по крайней мере, так думаете вы, если есть мама, которая вот все время следит за мамой. И на самом деле у этих смежных проблем также есть свои причины, и одни эти причины не раскрываются данным вопросом. То есть мы именно в этом ответе об этом говорить не будем, потому что вопрос ваш был под другой. Но, тем не менее, эти причины есть, не помню, честно говоря, обсуждали мы их с вами или нет, простите, пожалуйста. Если обсуждали, то напомните, если нет, то соответственно вам нужно тогда выбрать момент и обсуждить их, потому что это тоже нужно сделать. Итак, первая проблема – это взаимоотношения мужчины и родителей. Вот у них так сложилось, что они друг другу сильно доверяют. Настолько сильно, что у них нет каких-то тайм, секретов и так далее. И это ведь приучалось к этому дитю, то есть ваш муж, еще будучи маленьким. И мы умножали, что вот так должна быть организована семья. Что вот именно так должны строиться отношения на татарном доверии, на татарном понимании друг друга и так далее. Чтобы не было абсолютно ничего, так сказать, за рамками. Чтобы все было понятно, чтобы все было на поверхности. И человек всю жизнь, вот всю жизнь, так себя наверное вел, то есть всем делился. Вы пишете в своем письме, что насколько вы знаете, так было всегда. Что, значит, все нужды и чаяния, поэтому наделяются сыном. Родя началось это не сейчас, а было всегда. То есть всегда свой сын и мать, они очень были духовно близки. И от счастья, от счастья, именно для мамы, это хорошо. Она воспитала его так, всегда после того, как он стал взрослым, после того, как он стал самостоятельным. Он все равно делает для нее все. Он все равно не заботится, он ее не бросил, да, он постоянно к ней прислушивается и так далее. И здесь есть первое направление, которое можно обначить, озвучить для того, чтобы постараться решить вашу проблему, вашу задачу в целом. Мужчина, который ведет себя с мамой так, и который почему-то боится сказать ей слово против, он в чем-то нуждается. Вот мама приучила его к тому, что она ему что-то дает, размер на то, что он с ней вот так вот делится. Что это? Одобрение, признание, покой и так далее. Вот что это вам нужно выяснить. И это, как бы сказать, немного вторичная проблема. Потому что вы пишете, что поднимали своим мужем этот вопрос и была там глухая стена. Ну, возможно, стоит немножечко изменить подход и сказать, ну хорошо, я понимаю, что ты вот так привык с мамой общаться, я не собираюсь тебя переделывать. Просто скажи мне, что по-твоему будет, если ты, допустим, перестанешь с ней делиться всем. Вот что произойдет? С чего ты лишишься, по твоему мнению? То есть, этот вопрос, он, понятно, его нельзя задать просто вот так вот сходу, с места в карьер. Но он необходим. Он необходим, чтобы мужчина во-первых задумался о том, ради чего он все это делает, что ему конкретно это дает. Вот. Не является ли это привычкой при женском архаизмом прошлого? И второй вопрос, на который нужно ответить, это то, что и его мама, и его отец, как я понял, они уже довольно старые. И вот, что произойдет, если, собственно говоря, их не станет внезапно, то есть, ну, если они умрут. С кем мужчина тогда будет делиться, собственно говоря, всеми новостями? Как он тогда будет реализовывать свои потребности в чем-либо, потому что тут можно гадать о том, какие именно потребности у человека, да, находятся. Так вот, об этом тоже нужно подумать. Подумать, потому что для человека это будет полезно, для вашего мужа это будет полезно. Родители не вечные, а если после их смерти или смерти мамы человек будет пребывать в очень сильной глубокой депрессии, не смотря на то, что, ну, никого обычного нет, и что, в общем-то, мама прожила большую долгую жизнь, была старая и умерла естественным образом, это будет игнорироваться. То есть, тут, на самом деле, никто из вас, из вашей семьи не получит сколько-нибудь положительных моментов. И это нужно четко понимать. И мужчине, если он не ответственный за семью, ему необходимо это предвидеть и начать уже сейчас это прорабатывать. И вот тут мы плавно подходим ко второму моменту, моменту ответственности за семью как раз-таки. Дело в том, что вас не раздражает, вас раздражает не то, что мама общается с вашим сыном как с маленьким и как с начальником. Хотя это безусловно неприятно. Но дело в том, что с точки зрения социальной, ваш сын может общаться с кем-то действительно на таком уровне. Это может быть его фактический начальник, это может быть там еще какой-то человек, который стоит рангом выше. То есть, само по себе подчиненное общение, оно естественно в социальной обществе. Потому что всегда есть кто-то, кто вычет. По крайней мере для людей, если человек не занимает какой-нибудь самый высокий, там кост, радость государства. И это нормально, раздражает вас не это. Раздражает вас то, что нарушаются постоянно ваши личные границы. Нарушается постоянно ваш внутренний личный мир. То есть, все, что вы делаете в семье, а семья это обособленное образование. Счастье, это выносится как бы свет, выносится мамы. И вот именно эта невозможность защиты ваших личных границ вас и раздражает. В следствии чего вы даже, даже, ну вот взвешиваете новости, которые хотите рассказать. Потому что вы знаете, что если вы чем-то поделитесь, то это тут же станет достоянием третьих лиц. Хотя, может быть, вы хотите поделиться этим только с мужем. Или оставить это, так сказать, вашей семье, чтобы это не выходило за ее рамп. И вот именно нарушение личных границ и является основным раздражающим факт дефакта. И этот вопрос, конечно, решить достаточно нелегко. Потому что понимание личных границ одного человека, это не то, что понимание личных границ другого человека. Например, для вашего мужа это не нарушение личных границ, абсолютно нормальное явление. Но для вас нет. И здесь уже, собственно говоря, вопрос стоит так. Если человек, ваш муж, несет ответственность за семью, является ее как бы главой и защитником. То, соответственно, он может быть привлечен как бы к ответственности за то, что он делает. То есть вы можете прийти к нему и сказать, хорошо, дорогой. Ты можешь говорить с твоей мамой все, что хочешь, если ты считаешь нужным. Но, прости, почему ты говоришь о ней про меня, то, что я не хочу, например, чтобы она знала. Какое ты имеешь право рассказывать информацию обо мне третьим листом, не важно, кто это, мама или кто-то еще. О человеке, другом человеке рассказывать что-то третьему лицу, без его согласия прямого, это, вообще-то говоря, оскорбление, уничтение и пренебрежительные отношения. И если ты так делаешь, то значит, либо ты меня не ценишь, либо ты не воспринимаешь меня всерьез, либо не уважаешь. По сути, все это ставит под сомнение твое отношение ко мне вообще, как любовь. И, безусловно, вот этот момент, он является главным. Чтобы дать понять мужчине, что то, что он делает, вас унижает, оскорбляет и ставит под сомнение его к вам отношение, его к вам истренное отношение, его к вам любовное отношение, скажем так. И здесь уже можно говорить о том, почему вы, например, ходите в кафе, почему вы редко ходите в гости, если у вас проблемы с мужем, я просто сейчас уже не помню всей вашей ситуации. Если есть проблемы с мужем, то, безусловно, их нужно разбирать, потому что они, эти проблемы с мужем, мешают вашему взаимопониманию друг к другу. И, если эти проблемы решить, то взаимопонимание наладится, и, возможно, тогда вам будет легче донести до него вот эту простую мысль. Либо же, либо же выяснится, что проблемы имеют более глубокие горни, что какую-то часть отношений, какую-то часть эмоций не вернуть уже, и тогда вам нужно будет решать самой, как поступать дальше. То есть, образно говоря, это звучит так. Ты можешь рассказывать все, что касается тебя, но ничего, что касается меня. Я запрещаю тебе рассказывать все, что касается меня. И это мое право. Это действительно ваше право. Ваше право запретить человеку распространять информацию о вас. Ни морального, ни законодательного права человек не умеет это делать. И вот почему он это делает, почему он принижает ваше значение, это вопрос, конечно, уже, наверное, к вам. Потому что принижение вашего значения началось как бы не сейчас. А если так было всегда, то значит, ваше значение нужно повышать. И, скорее всего, ваше значение понижено потому, что мужчина уверен, что вы от него никуда не денете, что вы его, что вы принадлежите ему и так далее. Нужно, чтобы он вас вновь ценировал, чтобы он, во-первых, боялся вас потерять, во-вторых, чтобы он дорожил вами. И, в-третьих, чтобы он смотрел на вас не как на жену, не как на супругу, а как на свою любимую женщину. А для этого необходимо вносить разнообразные ваши отношения, более четко понимать, что он хочет, что ему нужно, чем он нуждается. Конечно, это все необходимо. Необходимо сделать для того, чтобы как раз таки оздоровить ваши отношения. То есть, вы понимаете, что все немножечко взаимосвязано. Что касается мамы, то я думаю, вы ее понимаете, я думаю, что вы понимаете, откуда растут ноги. Вы понимаете, что ее желание контролировать, проликтованно страхом перед собственной беспомощностью, желанием быть сраженной и так далее. Может быть, если вы начнете ее жалеть, если вы поймете, что это несчастный человек, у меня это еще несчастный человек, и он из последних сил стремится зацепиться за жизнь какими-то любыми удобными для него способами, то вам будет легче переживать этот момент. Но нужно обязательно сказать, что ситуация опасна тем, что мужчина, после того, как, допустим, не станет мамы, может начать делиться информацией о вас, правда, в силу того, что он нуждается в том, чтобы делиться информацией с кем-то другим. Например, со своими друзьями, например, со своими другими родными, например, еще с кем-то. И вот в избежание этой ситуации вам нужно именно момент, будем проработать. И, как я уже сказал, это может быть как следствием его определенных потребностей, его неуверенности в себе, его каких-то страхов и так далее, как и следствием того, что вы для него недостаточно ценны. Именно ваша мама, ну, можно сказать, мама-музя, она ведет себя для своей ситуации, для своего возраста вполне себе нормально. И ее можно понять. Она живет с мужчиной, который, ну, практически никак не участвует в ее жизни, ей очень тяжело. А для нее, вот то, что она делает, это есть жизнь. Все остальное, это существование. И понятно, что вашему мужу ее сад. Понятно, что ваш муж ее любит. И ваш муж хочет, чтобы она была счастлива, чтобы получала все, чего она желает. Это все понятно. Но нельзя приносить жертву в свою семью. И ответ на главный вопрос. Почему мужчина жертвует интересами семьи, вашими интересами, вашими личными границами ради мамы? Этот вопрос главный. И кроется он в ваших взаимоотношениях. Еще раз хочу повторить, что если вы писали мне про свои взаимоотношения с мужем в письме, и я на него уже отвечал, просто напомните мне, скажите, какое письмо примерно, я его найду, как бы перечитаю, и тогда вам уже отвечу в контексте этого момента. Потому что, ну, серьезно, не помню, писали вы мне про это или нет. Вот. То есть тот момент нужно решать только через налаживание общего языка с мужем. До тех пор, пока вы не найдете точки соприкосновения с ним, до тех пор, пока вы не придете с ним к пониманию определенных моментов, либо пока вы не заявите четко свою позицию и покажете свое нежелание мириться с текущим положением вещей и, так скажете, решительность в том, что в случае невыполнения ваших требований вы будете реагировать самым решительным, кардинальным образом, чем вызовете у него, соответственно, страх и нежелание вас потерять, все останется так, как и есть. Потому что менять ничего не будет. Ваш мужик до тех пор, пока ему это выиграет. До тех пор, пока он получает абсолютно все, что ему нужно, и при этом ничего не теряет. Только страх что-либо потерять, поможет вашему мужчине начать что-то менять. До тех пор, к сожалению, ничего. И именно так можно ответить на ваш вопрос. Потому что, ну, с одной стороны, жалость к маме, ваша жалость к его маме, она, конечно, что может сделать? Она может вам помочь для себя немножечко снизить значимость того, что происходит. она может помочь, эта жалость легче переживать эти моменты. Можно пройти чуть дальше и просить вас. Ну, хорошо, вот мама узнает какую-то информацию о вас. Кто есть мама? Это пожилая женщина. Она эту информацию может перелять еще кому-то или нет? Она рассказывает ее еще кому-то или нет? А те советы, рекомендации, которые мама дает относительно вас, лично, мужу, тоже выполняются так. Если мама говорит, что, например, вы что-то не правы, то, допустим, там, муж как бы повторяет за ней или нет. Есть какой-то предел тому, насколько, так сказать, педантично исполняется ее указание или нет? Предела абсолютно нет. Если мама никому не передает информацию, которую получает, то тогда, я не думаю, что это уж слишком критично, что она об этом узнает и узнает, и что все равно она только лишь будет обсуждать с мужем это. Но если муж в ответ на обсуждение начинает менять свою позицию, это плохо. Это очень плохо. И вот об этом Антону на разговорах разговаривает. Равно как и о том, например, что вы совершенно не обязаны жить в постоянном контроле его мамы. И нужно задать ему вопрос, а почему я должна постоянно все рассказывать своей маме, все касается меня, и почему я должна перед ней отсчитываться? Я взрослый человек, а ты? Ну и как-то дальше. То есть, понимаете, в чем дело? Ваши личные границы нарушаются. И вы, как ни странно, позволяете их нарушать. И вы, как ни странно, не показываете мужчине то, что вы не собираетесь с этими лицами. Мужчина думает, что вы вот позлитесь, вы поругаетесь немножечко, скажете ему что-то, и все, будет как раньше. Но, если вы предпримите какие-то конкретные действия, радикальные, для того, чтобы эту ситуацию прекратить, то мужчина вполне возможно пересмотрит свои взгляды. Почему? Потому что есть мама, у которой есть столько претензий и каприз. А если вы, человек, человек, с которым он любит, ну, априори любит, да, человек, с которым у него семья, отношение, дети, общее хозяйство и так далее, и вряд ли он захочет вот так вот сразу, в любом случае предпочитить свою маму вместо вас. Я думаю, тут нужно наладивать отношения ваших супругов. И тогда все будет постепенно наладиваться. Но как это делать? Стоит от того, какие у вас есть с ним отношения. Потому что для взаимопонимания нужно решить проблемы между вами. И только решить между вами те проблемы, которые есть, можно говорить о том, чтобы прийти, так сказать, в точке сопоставления и в этом плане тоже. Если проблемы не решаются, если он не хочет решать проблемы, тогда от вас требуется решительное действие и показывать, что вы не собираетесь терпеть такое унижение. К сожалению, это единственный способ, который вы можете использовать для того, чтобы решить вашу проблему. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если не сложно, то попробуйте нажать кнопку «Накрыть» и «Отценить» и напишите пару слов отзыва. Пожалуйста, буду благодарен. Не знаю, можно еще раз уже его написать или нет, но если можно, пожалуйста, сделайте это. Соответственно, если у вас есть какие-то вопросы, если вы писали мне письмо про отношения с мужем, прошу вас об этом дать мне знать и надеюсь, что я смогу вам проблему проблему помогать. Пока же я желаю вам удачи, желаю вам терпения и всего доброго.